Всем привет! Продолжаем прохождение Battle Brothers с модом легенды на максимальной сложности за наших бравых стрелков, братков, которые у нас специализируются, по крайней мере пытаются специализироваться на оружии дальнего боя. Вперед, загружаемся. Посмотрим, что получится сделать. У нас тут у всех плохое настроение, к сожалению. Преступник, женщина, преступник. Женщина, боец низкого происхождения, боец низкого происхождения. Окей. Идем тогда дальше, в другой населенный пункт. Посмотрим, что там. По квестам. Изгнать разбойников, нашествие василисков, принять меры. Можем крупу купить. Железные слитки. Хорошая цена. Возьмем. Продадим, точнее. Возьмем кроны. 588 крон. Вот мне писали по поводу вот этой шляпы охотника. Увеличивает обзор. Прикольно, но очень дорого. Сейчас братки наши не могут себе такое позволить. Поэтому надо копить кроны. Изгнать разбойников у нас вряд ли получится. Я, может быть, взял бы квест сопроводить караван. Но изгнать разбойников мы никак не сделаем. Мне писали в комментариях, что... По поводу того, что наши ребята, стрелки, выжили после первой же битвы. Я тоже удивился. Я думал, вообще, после первой битвы мы отлетим. Но, скорее всего, мы выжили, потому что... Выживаем, потому что берем вот такие вот самые-самые простецкие квесты. Это вот, ну вот... Вернуть предмет на один черепок. Да и тут вообще... В целом, квесты вернуть предмет, они очень легкие. И я именно эти квесты беру поначалу. Потому что, если я возьму квест, например, Изгнать разбойников даже на два черепка, да даже на один черепок, то, скорее всего, меня просто-напросто и вынесут. Бандитский сброд. Вот. Это наши клиенты. Бандитский сброд. Против таких противников мы сражаться можем. Как только против нас... Вот, фаншот. Как только против нас станет серьезный противник, да, вот, допустим, в какой-нибудь экипировке, как у нас, то все, скорее всего, все быстро закончится. Тут просто, если посмотреть, даже у браконьеров такие предметы, что даже хуже, чем у нас. Вот, фаншот. Поэтому мы их и шотаем, по сути. У них ни шлемов нет, даже банально тряпок на голове никаких нет. Камнем по голове ваншотаем. Обалдеть. Ну вот, если попадаем, то она... Подошел к нам враг. И то мы даже в таком простом бою умудряемся сейчас понаполучать. Довольно-таки прилично, кстати. Пытаемся по этому браконьеру засандалить. Есть минус браконьер. Ты можешь отойти? Нет, не может. 66% шанс попасть. Но один разок попадаем. Отойди. Ты стой пока. Подходят враги. И вот это не пойму, где лиса находится. Она, получается, за вот этим выступом находится. Ой-ой-ой, лопатой лисе влупили. 32% нет попадания. 62% нет попадания. Выпускаем собаку. Берем копье. И стоим пока. Ждем. Два промаха. Капец. Упс, у нас минус 1. Минус кто у нас? Так, нет. Да, елки, какой вертки попался противник. Невозможно по нему попасть. Невозможно было по нему попасть, когда нужно было попадать. Ну вот мы и лишились одного братка. Только я говорил по поводу того, что я беру самые простые миссии. Лиса у нас с ранением теперь. Кулатая рана руки, это ладно? Это ладно. Отсутствие глаза. Минус 50% к навыку дальнего боя. И еще минус 2 к обзору. Вот он наш первый стрелок-ветеран в команде. Лиса. Капец. Посмотрим, посмотрим, как она себя будет показывать в дальнейшем. При таком увечье. Ну окей. Окей. Не стоит недооценивать. Рандом. Все-таки рандом вот такой вот попался. Я беру самые простые миссии. И все равно в этих миссиях получается вот такой вот результат. Забавный. Что же мне делать теперь в таком случае с Лисой? У нее наверное вообще... Так. 61 навык. 50. У Боумана. Боуман прокачался. Обязательно прокачиваем в дальний бой. Прокачаем в ближний бой. И прокачаем выносливость. Слишком мало выносливости. Что возьмет Боуман еще? В яблочко. Превосходство в дальнем бою. Раскручивания прощи нет. Застрельщик. Блок посоха. Штраф к точности попадания по цели вне прямой видимости огня снижается. Попробуем в яблочко. Взять. Здесь у нас Стивен прокачался. Ну естественно мы прокачиваем ему дальний бой. Это обязательный... ...атрибут для прокачки. Ну и прокачиваем ближний бой тоже. Хотя у него очень мало выносливости. В будущем, если мы ему броню начнем выдавать, то у него очень серьезные проблемы будут с выносливостью. Давай, так как ты у нас танк, уклонение бери. Смотрим, здесь 34 навык дальнего боя у Атона. И сколько у нас у Лисы? 25. Добро пожаловать. Лиса. Одноглазый наш Стрелок. Зоркий глаз. Надо... Лисе, наверное, еще приписать зоркий глаз. Ну что, здесь я, наверное, ничего покупать не буду. Смысла особо не вижу. Единственное, можно было копье бы прикупить. Как вариант. Вот они, метательные топоры, кстати говоря. Стоят 278. 5 боеприпасов. Имеет дальность 4 клетки. Шанс попасть в голову. Ну, довольно-таки высокий урон. Связка метательных топоров. Проблема в том, что у Стивена, к сожалению, нет навыка. Вот, например, как вот здесь. Сумки и пояса. А, нет. Навык, позволяющий менять оружие без затрату D. Я не помню, где он. Ладно. Попробуем, ладно. Возьму тогда топоры. У нас кроны позволяют это делать. Можно было еще, как вариант, и сеткой пользоваться. Будет у нас тогда стрелок вот такой, Стивен, с метательными топорами. Это что? Нож 15-25. 15-25. Но у копья меткость получше. Здесь что мы сделаем? Прощу, тогда, наверное, уберем. Дрянные луки пока оставим. Надо будет полечиться по-хорошему. Здесь тогда попробуем вооруженный гонец. Берем квест. Куда нас направит игра юго-запад. Вот сюда. Все, идем. Потихонечку идем, выдвигаемся. Братки наши будут лечиться. Со временем посмотрим на квесты здешние. Хотелось бы попробовать вернуть предмет. Я бы хотел попробовать караван защитить, как вариант. Но это если попадется такой квест. Еды 41. Ну, в целом, ладно, пока. Наборы инструментов очень дорогие. Берем тогда вернуть предмет снова. Обсудим плату. 240 крон. Заключаем контракт. Вот так вот я недооценил жалких воришек. И все. И сейчас прохождение потихонечку идет под откос. Опа. Нам помогает караван. Ну, тут воришкам хана. Единственная проблема. Я не ожидал, что лисы так мало здоровья. Ее надо как-то отводить, стараться. Два здоровья в нее. Ну, блин. Ну и вообще никуда мне не отойти. Класс. Давай, копье выставляй. Если собаки добегут, то... Это конец. Выпускаем нашего пса. Берем лук. Пес побежал вниз. Хотя лучше бы на вот этих псов побежал. 17% шанс попасть. Становимся тогда сюда. У нас побитые такие братки. Я и не знал, что они настолько побитые. Ее-мое. Так, копье выставлено. Окей. Ты давай закрывай. Нет, не закроет уже. Своим телом. Собаки начали грызть нашего братка. Ну, которому не сильно страшны будут эти укусы. Подходим. 25%. 20%. 34. Мимо. 75. Есть попадание, но не убиваем. Плохо. Плохо, что не убиваем. 8% нет попадания. Берем тогда копье и щит. Есть добили. Хорошо, хоть получим немного опыта. Хотя бы за одного разбойника. А то совсем без опыта уходить было бы неприкольно. А дело в том, что я вот сейчас только понял. Скорее всего, я бы сейчас проиграл, если бы караванщики не помогли мне. Мне кажется, я бы сейчас уже все. 46%. Ничего себе, какой бронированный попался противник. Спрятался за деревом. 6% лиса стреляет. Но она чисто так по приколу будет стрелять теперь. Ей бы этот самый навык, который накладывает дебаф. И там не обязательно попадать по противнику. Ты стреляешь во врага и накладываешь дебаф. Вот, наверное, лиса может... Ой-ой-ой. Лиса может этим и заниматься только. А вот это уже плохо. 57% мимо. Враг подошел так... Не взначай, фух. Еще бы чуть-чуть и случилось что-то неприятное. Отстреливаемся. Все еще можем потерять братков. Такс. Мимо. Берем лук. Стреляем. Лук есть. 16% давай. Я, по-моему, по-своему попал. Попробуем метнуть топором. Можем попасть по союзнику. Ну, довольно-таки далеко метаем топор. Есть. Хорошо. Отстреливаем потихоньку врагов. Можно, наверное, уже подходить. Потихоньку. Один остался в противник. Все. Ноль. Фух. Надо подлечиться. Я не ожидал, что настолько мало здоровья у наших братков. Не посмотрел на это. Будем тогда здесь залечивать раны. 240 крон получаем. На рынке у нас тут... У нас лекарственные травы есть. Медикаменты, точнее. Возьмем немножко еды. И... Постоим лагерем в таком случае. Надо распределить обязанности. Целителем у нас будет колобок. Палатка снабжения. Нас займется боуман. И два охотника будет. И дальше вот стрельник тоже пускай работает. Все, стоим. Стоять придется долго. Очень много нужно вылечить здоровья. Так, стоп. А переработкой кто занимается? Никто. Нам нужно переработкой заниматься. Ты давай. Поставим предметы на переработку. Лопаты. Вилы. Баклер. Стрелы. Колчан стрел. Переработать нельзя. Дубина. Вот здесь. Посох. Этот вот. Тоже. Северная проща. Наверное, я... Тоже переработаю. Буду пользоваться в основном луками. Скорее всего. Атон. Прокачиваем дальний бой. 36. Навык дальнего боя. Да. Как-то так. Здоровья. И... Давай. Решимости немного тебе добавим. Здесь что? Неприметность. Рестлер. Заостренный наконечник. Здоровяк. Ну ты у нас такой типа танк получаешься. Можно передышку взять. Для стрелка может даже передышка это неплохой вариант. Возьму. Очень затанкованный этот браток. Но так как мы пользуемся... Стараемся пользоваться именно как стрелками. Окей. Переработано. Отремонтировано. Хорошо. Излечено все. Здоровье? На удивление. Вы натыкаетесь на человека, что болтается вверх ногами, будучи подвешенным на суку дерева. Вокруг него сидят люди и передают друг другу бурдюк из козьей шкуры. Похоже на то, что они отдыхают после тяжелого рабочего дня. Когда вы спрашиваете, что здесь происходит, один из них поднимает на вас глаза и улыбается. Устраиваем порку для этого дружка, пока с него не слезет кожа. Вы спрашиваете, за что они его так. Другой мужчина отвечает вам. За то, что он прелюбодействовал с женой этого мужика. Мужик, пьющий из бурдюка, плюется и давится своим напитком. Он вытирает свой рот. Очень, черт подери, смешно. Нет, мы поймали этого подонка, когда он... Мою мертвую лошадь. Поговорим с беднягой, что висит там. А ну-ка поговорим. Вы подходите к свисающему с дерева человеку. Кровь, что сочится из дюжины нанесенных ему ран, стекает по его спине. Его глаза завязаны тканью, которую вы опускаете вниз. Моргая, он спрашивает, что вам нужно, словно вы донимаете его в момент, когда он пытается прятаться. Вы же спрашиваете у него, правда ли все то, что говорят люди вокруг него. Он плюется, прочищая свое горло. Да, но лошадь была уже мертва. Так что какая разница? Разве не может мужчина просто разлечься? Хозяин лошади встает на ноги, размахивая мокрым от крови кнутом. Так ты хочешь, чтобы мы снова прошлись по тебе? У нас еще целый день впереди. Вздохнув, болтающийся на веревке мужик спрашивает вас. Вы ведь наемники, верно? Почему бы мне не начать сражаться за вас? Я сильный и крепкий коняга. Я имею ввиду вояка. Правда, сейчас я не в лучшей форме. И это история с мертвым животным. Но, несмотря на это, я человек чести и высоких моральных принципов. Ой, да, конечно, это жестко. Ну, давайте ради интереса, просто ради интереса попробуем его освободить. Вы достаете свой клинок и срезаете веревку, на которой был подвешен мужчина. Он падает прямо на свою голову. Его шея ломается. Противно хрустнув. Оу. Упс. Остальная часть его тела сваливается на землю. Его ноги неловко запрокинулись над грудью. И мертвец застыл в странном сексуально извращенном положении. Хозяин лошади вскакивает на ноги. Ну и дерьмо. Мы просто собирались хорошенько проучить его. Зачем вам понадобилось его убивать? Он замолкает и затем пренебрежительно машет рукой. Черт, черт возьми, мужик. Ладно уж, мы просто пойдем своей дорогой. И никому не скажем о том, что здесь произошло. Верно я говорю, друзья? Остальные его знакомые согласно кивают. Конечно, я не хочу, чтобы моя жизнь пошла по наклону из-за какого-то там любителя лошадок. Отличная работа, наемник. Да, это и вправду. Упс. Ну не зря, не зря. Довольно-таки забавная ситуация возникла. Что у нас тут? Свежее мясо, птица. По здоровью все вроде вылечились. Неплохо. Можно отправляться дальше. Пришло время выдвигаться. Куда отправимся? Например, вот сюда, на запад. Тут вот есть портовый город. Пойдем сюда. Посмотрим, что тут за квест. Ага, разбойники. Вперед, нападаем. Правда, ночью мы будем сражаться. Опять не в нашу пользу будет сражение. Их 9 человек. Ну, будем драться тогда в ближнем бою. Так как это бандитский сброд. У нас шансы в целом есть, даже в ближнем бою. Не понял. А, это лиса, точно. Она стреляет теперь на раз, два, на три клетки. 6% шанс попасть. 9% по собаке, 22% по человеку. 48, 46. 48, нет попадания. Идет толпа на нас. Кидаем топор в собаку. 50, 49. У нас всего 5 топоров. Мы 2 уже выкинули. Одно попадание есть. Из 5. Разбойник с посохом подходит в упор. Интересно. Ну что, будем сражаться в ближнем бою. Наши братки вроде как в ближнем бою могут что-то сделать. 25%. 25%. Ох, 25% ваншот просто. Нормально. Хорошо получилось. Выпускаем собаку. Попробуем. Хотя бы будет отвлекать внимание какое-то. Берем копье. И начинаем потихонечку... Колоть врагов. Минус противник. Надо подходить сюда. Вариантов соба нет. Получаем удары. Сражаемся тогда в ближнем бою. В этот раз нас вынуждают это делать. Так-с. 11%. Но тут подошел враг поближе. Надо ему преподать урок. О, хорошо. Песик наш. Куснул. Так, можем в кого-нибудь стрельнуть без шанса попасть по союзникам. Похоже, что нет. Ладно, становимся сюда. Берем лук. Мы любители пострелять. Поэтому при первой же возможности будем стрелять. Хорошие удары. Опор берем. Нет попадания. Берем лук. И будем сейчас перестреливаться со стрелками вражескими. Мимо. 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 Какой вертки, а? Разбойничьи отребья. Ты что такой вертки? Топором получил. Один убежит. Ну, ладно. Убежит, убежит. Ах ты. Рубанул нашего песика. 12% шанс попасть. 8%. 8%. Ой, я случайно охот пропустил. Все, топоры кончились. Лук берем. Перестреливаемся. Блин, он зарубил песика. Ну, как так? Обалдеть. Да, по ночам перестреливаться это дело такое. Отходим. Тут боеприпасы кончились. 17%. Наверное, я просто окружу его вот так. Чтоб его по морали задавить. Мораль у него не давится. Так его зарубили. Копьем. Бедный песик. Жаль. 183 кроны получили. Наш боевой пес. Погиб в бою. Доблестно сражаясь. Еще разбойники. Блин, ну ночью вообще не хочется с ними связываться. Сейчас дождемся утра. Есть у нас кто прокачался? Нет. Что у нас по стрелам? Так, стрелы вроде как восстановили. Топоры тоже все подобрали. Хорошо. Здесь можно всякие лютни на разборку сразу. 15-25, 15-25. Кинжалы. Ну вот этот мы разберем. Деревянный цепь разберем. Баклер тоже на будущее. А пока ночь, все, рассвет. Идем в атаку. На бандитский сброд. Выстраиваемся. Ну как-то вот так, наверное. Ладно. Придется так выстроиться. Собак у них нет. Одни люди. Люди-собаки. Вперед тогда. Будем стрелять. Вот шансы уже немножко выше на попадание. Это хорошо. Лиса. Да. Лису надо будет, наверное, в первую линию поставить. Ох, как далеко топоры кидает. Капец. Но не особо метко. Жаль. Не попадаем. Просто катастрофически не попадаем. И все. Враги уже в ближнем бою с нами. Вот так вот. 38% нет попадания. Ну, попытаемся сражаться. Правда, что-то мне подсказывает, что врагов слишком много как-то подошло. Попробуем что-нибудь сделать. Надо отбиваться в любом случае. Стараться отбиваться. А у лисы нет оружия ближнего боя, кстати говоря. Почему-то. Не знаю почему. Так, сюда становимся. Будем драться в ближнем бою. Здесь уже мудрить особо не будем с дальним боем. Здесь главное выжить. Мимо. Блин. Окружает. Да елки-палки. Колобок получает. Колеса промахивается. Хорошо. Становимся сюда. Ты давай влетай сюда. Во врагов. Стрелы что ли кончились? А нет, выносливости нет. Понятно. Подходим. А нет, есть копье. Но все равно будем стрелять. Да? Нет. Не будем стрелять. Не по кому стрелять. Берем-то как-то копье и подходим. Нанизываем врагов на наши копья. Ой-ой-ой. А вот это опасный парень. Блин, он может заколоть нашего братка. Бежим на помощь. Успеем ли? Еще колобок побит такой. Промахи. Фух. Закололи. Колотая рана мышцы ноги получаем. Ну, довольно-таки много всякого хлама. А, у нас не помещаются уже предметы. Ага. Стоит это учитывать на будущее. Вот, вот, баклер возьмем. Надо предметы побыстрее разбирать. Ну, сейчас дойдем до поселения. Посмотрим, что тут по квестам. Кладбище обезопасить. Принять меры. Вернуть предмет. Два черепка. Здесь у нас на рынке есть зерно. Довольно-таки дешевое. Из брони. Ну, вот, толстый китель есть. Немножко больше брони, чем наши ужасные одежды. Сейчас надо с предметами разобраться немного. Это мы... Ой. Это сюда. Так, надо будет немножко попродавать. Все-таки стрелы продаем. Они не нужны. Людни здесь. Баклер продаем. Серб. Баклер. Дряной лук. Дополнительно минус 10% к шансу на попадание. А-а-а. Вот оно что. Дряной лук что дает? Дебаф какой? Тогда он нам не нужен. Минус 10% обалдеть. Тогда нужно будет эти самые луки нормальные нашим ребятам давать. У нас, наверное... У кого дряной лук? Короткий лук. Охотничий. Короткий. Короткий. А, у нас дряных луков-то и нет. Ни у кого. Это хорошо. Так, это мы снимаем. Это мы тоже снимаем. И надо прикупить хотя бы 30-ка, чтобы была вместо 20 брони. Потратимся на это. Так, что быть. Раз, два. И вот этот вот второй слой брони возьмем. Такс. Сейчас посмотрим. Вот так. И вот так, да? Это у нас Атон. Дальше. Лиса. Лиса тоже бери. Вот так. Вся, вся броня разрушенная. Капец. Тут второй слой есть. Тут есть. Тут нужен второй слой. На, держи. Ну, в целом, в общем, вот как-то так получается. Это мы разберем. Это мы тоже разберем. Посох тоже разберем. Одежду всю эту разбираем. Надо будет немного постоять. Поразбирать это все дело. Второй слой брони, наверное, пока трогать не будем. Все, постоим лагерем. Так же постоим, как и до этого. Полечимся. Полечимся. Поперерабатываем. Поремонтируем. Мм. Нахцереры. Надо отступать. Нахцереры это жестко. Мы с ними не справимся. Скорее всего. Или справимся. Немного побитые, конечно. Шесть Нахцереров. Но если мы им позволим сжрать друг друга, трупы своих сородичей, то шансов у нас, конечно же, не будет. Ладно. Тогда уходим отсюда. Идем вот в это поселение. Возвращаемся. Обезопасить кладбище. Постоим здесь пока. Здесь вроде безопасно. Надо малость подрегениться. Еды довольно-таки много. Все, хорошо. Пришло время выдвигаться. Идем тогда куда? Вот здесь есть поселение. Посмотрим, что там. По заданиям. Вот они, эти Нахцереры. Ну, наши браконьеры, к сожалению, не смогут с ними справиться. Немного варваров-невольников. Опять же, с варварами, скорее всего, смысла нет. Нам сражаться. Изгнать разбойников. Принять меры. Вернуть предмет два черепка. Можно попробовать вернуть предмет два черепка. Взять. Но тут проблема с варварами. Нас нарисовалась. Или все-таки попробовать с ними сразиться. Можем кого-нибудь нанять. Ты кто? Расхититель могил. У него умения отряда вообще нет. Он чисто такое пушечное мясо. У нас крон не так много, чтобы нанимать кого-то. Я думаю, что наш отряд браконьеров вступит в свое, скорее всего, финальное сражение. Попробуем сразиться против варваров. Немного варваров-невольников. Посмотрим, на что способны наши братки. Колобок. Будешь, наверное, тогда здесь стоять наверху. Ты здесь. Лису особо не воспринимаем как стрелка. Ее в основном воспринимаем как ближника. Поставим его поближе вот так. Вот так распределимся. У нас нет численного преимущества. У нас есть преимущество первого выстрела. Меткого выстрела. Вот этот с копьями метательными. Мимо. 32% мимо. 69% мимо. Ни одного попадания. Одно попадание топором. И то мы сняли здоровья, конечно, очень мало. Капец. Все выстрелы мы промазали. Это просто жесть. Ну, из луков я имею в виду. 57% мимо. 33% мимо. 66%. О, наконец-таки попадаем. 31. 40. 9. 40. Есть попадание. Берем копье. Ну, блин. Будет непросто очень. С заостренными палками мы долго не посражаемся. Ух ты. Пропускаем удар. Серьезный. Мимо. 23%. Мимо. 23%. 32%. 32%. Мимо. Берем копье. Копье. Минус один варвар. Давай-ка ты держись. Щит подними. Минус один у нас уже. И нас сейчас просто возьмут и зарубят. Да, шансов уже нет. Никто не убежит. Или убежит. Не, мне кажется нет. Да, никто не убежал. Слишком много промахов. В идеале, если бы мы попадали чаще. Может быть и был бы шанс. Но в таком случае вот рандом распорядился так, что мы практически не попадали из луков. Ну, собственно, понятно. Стрелки у нас были никудышные. Можно смело это признать. Баттл Бразерс были вырезаны до последнего человека. Вы и ваши люди доблестно сражались. Но это уже не имеет никакого значения. Ведь вы мертвы. Возможно бегство спасло бы вас. Да, возможно так и есть. Что ж, вот такое короткое прохождение получилось за братков-стрелков. К сожалению, они не выстояли против могучих варваров, которые вот здесь на картинке изображены. Ну, может быть, новые братки будут сильнее. Посмотрим. На этом все. Такое получилось. Коротенькое прохождение. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока.